Добрый день, друзья! На нашем телеканале пришло время спортивных новостей. В эфире программа «Овертайм». С вами ее ведущий Максим Исаенко. 18 марта в стенах Дворца спорта проходил открытый областной турнир по волейболу на призы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода среди команд девушек 1999-2002 годов рождения. В турнире приняли участие 4 коллектива. Два представляли физкультурно-спортивный комплекс Северского трубного завода и по одной из Екатеринбурга и Среднего Уральска. Если раньше основная заруба у полевчанок была именно с девчонками из Среднего Уральска, то теперь и борьба ожидалась в каждой игре. Хотя, как говорится, дома и стены помогают. Ну, мне кажется, в этот раз у нас будет Екатеринбург. Они более-менее играющие и хорошо играющие у них. Борьба будет, конечно. Все равно все борются, все стараются. Всем охота побеждать, выигрывать. Ну, мы вообще всегда настроены на победу, а там как пойдет, победит как всегда сильнейший. Екатеринбургская «Оптима Уралочка» на соревнованиях в Полевском не впервые. Но во дворце спорта им играть до этого не приходилось. Признаются, что условия их поразили. Ну, вообще, на самом деле, была удивлена. Очень хороший уровень, замечательный пол. Вообще, сама обстановка очень даже симпатична. И сразу в стартовом матче первая команда Полевского встречалась с волейболистками Екатеринбургской «Уралочки». Полевчанки начали ударные и вели по ходу первой партии со счетом 16-11. Тренер гостей подбадривал девчонок «Просыпайтесь», и они проснулись. И вот счет уже равный 22-22. В итоге первая партия несколько затянулась. И вместо привычных 25 очков, необходимых для победы, она закончилась со счетом 32-30 в пользу полевчанок. Игра, что называется «Ноздря в ноздрю» по инерции продолжилась и во второй партии. Но затем хозяйки паркета стали уходить в отрыв 16-8. И тут уже спокойно довели дело до победы 26-15 по итогам второй партии и 2-0 виктория в матче в целом. Затем с таким же счетом полевчанки из первой команды разобрались со сверстницами из Среднего Уральска. А потом и обыграли своих одноклубниц из второй команды. Что позволило первой сборной физкультурно-спортивного комплекса по праву завоевать золото турнира. Вторая сборная ФСК, помимо проигрыша одноклубницам, в оставшихся двух матчах одержала победы и стала второй. Третье место заняли волейболистки из Екатеринбурга. Четвертое место у представительниц Среднего Уральска. С 10 по 12 марта в бассейне Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходило перенесство Средловской области по плаванию среди юношей 2001-2002 годов рождения и девушек 2003-2004 годов рождения. Всего в соревнованиях приняло участие 204 пловца, представлявших 22 клуба из 13 городов области. Полевчане давно привыкли, что благодаря поддержке Северского трубного завода спортивные объекты физкультурно-спортивного комплекса могут на постоянной основе принимать соревнования самого высокого уровня и плавание не исключение. В этот раз все любители этого олимпийского вида спорта могли наслаждаться в бассейне Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода напряженнейшими заплывами в 26 дисциплинах по 13 юношей и девушек. Вся программа соревнований олимпийская, за исключением эстафет. Нету только полтинников и эстафет, полтинников дельфина, браса, спины нет, а кроль, полтинник это есть олимпийская дистанция, она у нас есть. Всем нравится плавать в нашем бассейне, вода легкая, показывает быстрые секунды, понравилось, нравится, приезжает с удовольствием. Это соревнование является одновременно первым этапом 7-й летней спартакиады учащихся России. Отсюда идет отбор на двойные соревнования, на перестой России и в сборную команду на второй этап спартакиады России. Из 204 пловцов 8 представляли Полевской. И пускай первое общекомандное место в очередной раз заняла юность из Екатеринбурга, а основными мультимедалистами стали представитель лесного Владислав Таран, завоевавший три золота и одно серебро, и екатеринбурженка Анастасия Захарова в ее активе три медали высшей пробы, но и полевчанам есть кем гордиться. Одним из мультимедалистов стал Александр Соловьев. Его в активе по одной медали каждого достоинства. В первый соревновательный день он стал победителем на 100-метровке баттерфляем. Во второй завоевал серебро на 50 метрах вольным стилем. И в заключительный день сумел показать третье время на 100-метровке вольным стилем. Соловьев, было хорошо. Как вы знаете, что у нас в бассейне в родном помогало? Да, помогало и поддерживали меня трибуны. А Юлия Собунина во второй соревновательный день завоевала бронзовую медаль на 400-метровке комплексом. Я плыла не в первый раз в 400 комплекс, но вчера было сложнее, но вытерпела, заняла третье место. Суперницы были сильные, но не получилось догнать, обогнать. 11 марта в детской юнорской спортивной школе проходил мастер-класс по тайскому боксу с участием мастера спорта международного класса Александра Дженисяна. В открытых занятиях приняли участие 30 полевских бойцов. Александр Дженисян в Полевском гость частый. Ни один крупный турнир по тайскому боксу, проводимый в нашем городе, не обходится без участия его воспитанников. А вот с мастер-классом к нам он пожаловал впервые. Говорит, что когда поступило предложение провести открытую тренировку в нашем городе, сразу согласился. Мы уже в Полевском развиваются, как вы сами понимаете, как видите, по последним соревнованиям. И решили лишний раз провести такое мероприятие, чтобы больше детей, больше людей занимались тайским боксом, чтобы было им интереснее этот день спорта. Делать большую проститутскую работу проводят мастер-классы для спортсменов Свердловской области. Не только. Мы его с удовольствием здесь встречаем. Да, надеюсь, что после этого мастер-класса мастерство наших спортсменов возрастет. И они будут показывать достойные результаты на различных соревнованиях различного уровня. Одной из целей подобного мастер-класса была популяризация набирающего в последнее время популярность тайского бокса. Тем более, что тайский бокс уже условно включен в дружную олимпийскую семью. И надеемся, в 2020 году он уже будет в составе Олимпийских игр. В два часа мастер-класса постарались вместить практически все элементы тайского бокса. От простых до сложных. Таким образом, чтобы попробовать свои силы могли не только матерые бойцы, но и новички, не имеющие опыта. Так сказать, распробовать этот вид единоборств на вкус. Понять, что это такое и с чем его едят. Пройдемся практически по всем. По физподготовке, по технике ударов локтями, коленями, каких-то хитростей работы в клинчах и так далее. Мы пройдем много, но, по-моему, немножко. По чуть-чуть, но все, пройдем, попробуем. У нас два часа. То есть, вот вы боксируете человек, он просто спокойно шагает, он отсюда бьет. Тудар получается очень сильный и очень незаметный. Когда боксирует за ноги, шагу и расстаривает. Программа мастер-класса состояла на 80% из технической части и на 20% из физической подготовки. Началось все, как водится, с разминки и растяжки. Завершилась работой в парах и отработкой ударной техники. Александр Джанисян наглядно демонстрировал каждому правильность выполнения приемов. Первый, шагаем правой ножкой, наносим левым коленом. Колено носим на удар сбоку. Сюда ножка ложилась, тоже систему наносим. Когда попадете, вы не почувствуете, потому что колено сжато. Почему говорят носок тянут? Потому что в таком состоянии, наше колено чашечко, она расслаблена, она двигается, было челлено. Если вы носок натягиваете, оно замирает в одном месте. Если вы попадаете в таком положении, очень мало вас получить травмы. Первый мастер-класс по тайскому боксу прошел на ура. У участников масса эмоций и куча новой полезной информации. И, возможно, в будущем подобные тренировки станут доброй традицией. В ближайшее время планируются еще мастер-классы. Там Хаял Джаниф и так далее. Ребята более высокого как спортсмены. То есть они будут в Екатеринбурге мастер-классы вести. Ну, там, может быть, и договоримся в Полевской и так далее, и так далее. Ну, все желают, что могут в Екатеринбург приехать, в принципе. Да, могут приехать и в Екатеринбург. Но мы желательно стараемся, чтобы больше популяризации была. Поэтому мы лучше на месте проведем такое мероприятие, чтобы люди не сильно далеко. Потому что мы все равно до Екатеринбурга еще добраться нужно. А тут привезем лучше сюда бойца. Хорошо. Идет набор в группы тайского бокса. Тренировки три раза в неделю в детской и юношеской спортивной школе по адресу Максима Горького 1. В понедельник и пятницу в 20.00. В среду в 21.00. Тренировки интересные и разнообразные. Индивидуальный подход. Справки по телефону. 8-999-569-24-54. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале ровно через неделю. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и bajopold.rf. А также прочитать в свежем выпуске газеты Рабочая правда. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, занимайтесь спортом, болейте за наших. Пока.